Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами очень необычным и вкусным рецептом. Готовить я буду трехслойную пиццу с ветчиной и маринованными огурчиками. Такого вы точно никогда не пробовали! Оставайтесь со мной, и я поделюсь с вами всеми своими секретами. Нам потребуется для теста пшеничная мука, молоко, одно яйцо, оливковое масло, сахар, соль и сухие дрожжи. Для соуса томатная паста, сушеный орегано и базилик, одна луковица и два зубчика чеснока. Для начинки ветчина, помидоры и лук, соленые или маринованные огурцы, сыр моцарелла, твердый сыр. Готовим тесто. В чашу добавляем 1 стакан теплого молока, это 200 мл. Добавляем 1,5 ч.л. сухих дрожжей. Разбиваем 1 куриное яйцо. Кладем 2 ч.л. сахарного песка, пол чайной ложки соли и наливаем 2 ст.л. оливкового масла. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут. Через 15 минут наши дрожжи полностью растворяются и начинают работать. В молочную смесь просеиваем 3-4 стакана пшеничной муки. Вымешиваем тесто руками, для этого их смазываем растительным маслом. Готовое тесто перекладываем в чашу, накрываем пищевой пленкой и отправляем в тепло минимум на 1 час. Я для этого использую духовку, в которой включаю свет. Пока наше тесто поднимается, мы подготовим соус для пиццы. Для этого 1 луковицу очищаем и мелко нарезаем ножом. 2 зубчика чеснока можно мелко нарезать ножом или пропустить через пресс чеснокодавилки. Разогреваем сковороду и наливаем оливковое масло. Добавляем нарезанный лук и чеснок и обжариваем до прозрачности лука. Добавляем 100 г томатной пасты, пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахарного песка, пол чайной ложки сухого базилика и орегано. Количество трав можно менять по своему вкусу. Наливаем 100 мл воды. Все хорошо перемешиваем и тушим 5-7 минут. Наш соус при этом немного загустеет. Теперь нам осталось подготовить только начинку. Для этого 200 г ветчины нарезаем тонкими пластинками. 3-4 соленых огурца режем мелкой соломкой. 1 крупный помидор тонко нарезаем. Лук рубим мелкими кубиками. 200 г моцареллы и 200 г любого твердого сыра натираем на крупной терке. Наше тесто очень хорошо поднялось. Перекладываем его на рабочую поверхность и делим на 4 равные части. Раскатываем. Вырезаем круглую основу для пиццы. Готовить коржи будем сразу, так как сырое тесто внутри не пропечется. Сырые заготовки перекладываем на противень и прокалываем вилкой, чтобы они не пузырились. Отправляем в духовку, нагретую до максимума. У меня 240 градусов. Выпекаем минуты 4-5. Начинаем выкладывать нашу пиццу-пирог. Для этого форму застилаем пергаментной бумагой. И из теста формируем боковой край. На дно укладываем первый корж. Смазываем его соусом. Посыпаем сыром. Выкладываем по очереди ветчину, помидоры, лук, огурец. То же самое проделываем с оставшимися коржами. Верхних корж посыпаем сыром и выкладываем ветчину. Излишки теста обрезаем ножом и скрепляем края. Отправляем нашу трехслойную пиццу в духовку. Выпекаем при температуре 200 градусов около 15-20 минут. Вот такая удивительная трехслойная пицца у нас получилась. Попробуйте ее приготовить. И она приведет всех в восторг. Ставьте лайк, если понравился рецепт. Оставляйте комментарии и отзывы. И не забывайте подписаться на канал. Всем приятного аппетита! Крепко целую. Ваша Маришка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!